Приветствую вас! Давайте я, наверное, сразу отвечу вам на ваши вопросы, которые вы написали, да? Значит, чтобы не было какого-либо недопонимания между нами, вот, сразу отвечу на ваши вопросы, а потом дам свои комментарии по поводу, собственно, того, что вы пишете дальше, вот, по поводу того, что вы вообще пишете. Значит, узнать, изменяла ли вам жена или нет, можно на самом деле очень легко. Что заключается в том, что измена, это, по сути своей, далеко не всегда, на самом деле и достаточно часто, измена физическая, если это волнует вас. Измена, это больше именно психологический аспект. И поэтому, я думаю, что вам, в первую очередь, нужно понять, что ваша жена, она одевается красиво, красится и всякое такое. Она это всё делает не для вас. То есть, она хочет понравиться мужчинам, другим мужчинам. И ей нужно внимание от других мужчин. Может быть, физической измена не было, может быть, физической измена была. На мой взгляд, это не принципиально. Важно то, что она хотела понравиться другим мужчинам. Ей это принципиально важно. Для неё это важно. Понравиться другим мужчинам. И она к этому, что важно, да, она к этому стремится. Стремится к тому, чтобы понравиться другим мужчинам. И это означает, что ей не хватает от вас внимания, ей не хватает от вас ощущения, Средством, чем угодно, к тому, что она нужна вам. Того, что она нужна вам. И так далее. Вот. Значит, это, пожалуй, первый аспект. Так, я надеюсь, понятно, отвечаю, что ваша жена, вот, в понятных вам, значит, выражениях, вам изменяла, хотя бы в мыслях. Вот, поэтому, поэтому вы можете однозначно и без детектора лжи заключить, что какие-то мысли у неё на эту тему были. В любом случае этого мало что изменит. Но это может изменить только ваше поведение, это может изменить только ваше отношение к вашей, к вашей женщине. Вот. По-другому этого не изменить никак. Второе. Если она попытается пойти со мной на примирение, я хочу проверить её на детекторе лжи. У нас в городе эта услуга стоит 15 тысяч рублей, но я готов потратиться, чтобы узнать правду. Реально ли узнать правду на детекторе лжи? Ну, правду узнать реально. Другое дело, что детектор лжи в общем и целом обманывает, детектор лжи в общем и целом иногда показывает какие-то неточные вещи. Но самое главное заключается немножко в другом. Самое главное заключается в том, что если вы ответите на желание вашей жены примириться с вами с предложением проверить её на детекторе лжи, это будет означать, что вы ей не доверяете. А это означает, что примирение невозможно. Потому что любые отношения нельзя выстраивать, если вы не доверяете друг другу. Поэтому здесь проверять или нет её на детекторе лжи, это право сугубо ваше. Но если вы хотите с ней выстраивать отношения, то я полагаю, что детектор лжи далеко не самый лучший расклад. Потому что это, по сути дела, обесценит всё, что она вам говорит, обесценит её ценность, ценность её слов. А это, в свою очередь, означает, что отношения между вами, ещё раз повторю, не будут возможны. То есть здесь вам просто нужно подумать о последствиях. Предположим, что вы, значит, проверив её на детекторе лжи, значит, увидите, что она, например, не врёт, да, увидите, что она говорит правду. Тогда вам придётся извиняться перед ней, тогда вам придётся извиняться вообще перед всеми, ну, перед всеми, кому вы нагрубили из-за этого. И, соответственно, это будет означать даже, что девушка, да, самая, вы не верите. И сделает ли это возможным ваши дальнейшие отношения? Нет. Не сделает. Потому что любой вопрос, а ведь проблемы в отношениях могут появиться и, ну, и ещё, да, то есть проблемы в отношениях, они могут произойти. И снова вы опять будете использовать детектор лжи. Ну, это на самом деле абсолютно тупиковая ветвь, если вы хотите опять же серьёзных отношений, действительно. Вот. Поэтому мне кажется, что исходить нужно из этого. То есть вы можете делать, ещё раз повторю, всё, что хотите, важно понимать последствия. Именно последствия того, что вы делаете. Мне кажется, что о последствиях сейчас вы не думаете, а это говорит о том, что вы можете наделать ошибок. И некоторые ошибки избравить будет очень сложно. Вот. Поэтому в первую очередь, прежде чем вы решите проверять её, подумайте над тем, какие будут последствия, вот. И готовы ли вы, соответственно, эти последствия, да, ну, как бы, принять. Готовы ли вы эти последствия как-то, ну, на себя взять. Вот. И что вам дороже, опять же, узнать правду, да, даже ценой разрыва отношений. Или, например, допустим, там, просто принять на веру слова вашей женщины и просто-напросто сделать так, чтобы у неё не было мотивов набрать на других мужчин. Да? Вот. И как-то с ними взаимодействовать. Это опять же решать вам. Понимаете? Какая история. Теперь, эээ, теперь, давайте проанализируем ваш текст. Вы пишите, у меня произошла большая беда. Да, я считаю, что моя гражданская жена мне изменяет. Сразу хочу сказать, эээ, что если у вас гражданская жена, то она не может изменять, потому что измена, возможно, только мужу, а мужем мы для неё не являетесь. Ну, потому что вы гражданский муч, гражданский муч – это никто. Либо вы принимаете данную позицию, либо вы берёте свою женщину в жёну. Потому что если женщина не, эээ, ну, если у женщины нет уверенности в будущем своём, то она, эээ, скорее всего, не чувствует себя защищённой. А это, соответственно, стимулирует её к тому, чтобы, ну, вот, эээ, значит, это стимулирует её к тому, чтобы, как бы вам так сказать, эээ, искать этого у других, эээ, мужчин. Вот. Поэтому ещё раз, эээ, если вы, эээ, гражданский муж, то вы не муж. Это ширма. Гражданский брак – это означает брак свободы. То есть вы не давали клятву, да, брачную? Вы не заключали брак документов, у вас нет, который бы обязывал, эээ, там, на что-то. Даже совместного имущества у вас по закону нет. Поэтому я полагаю, что здесь вам нужна, опять же, переоценка ценностей ваших. Потому что, ещё раз повторю и повторяю, если вы гражданский муж, то это означает, что вы и не муж вовсе. Ну, не являйтесь своим мужем. Здесь возникает вопрос. Ага, почему же тогда, до, эээ, того, как это всё случилось, вы не взяли свою женщину в жёны? Если она вам так дорога. Далее. Вы пишите о том, что случилась большая беда. Беда, говорите вы. Но беда – это для вас беда. То есть это вы воспринимаете как беду то, что произошло. Почему же вы ответственны за то, что вы воспринимаете это как беду, возлагаете на неё, на её преподавателя и так далее. То есть, по сути, по сути дела, вы не берёте ответственность за то, что вы сами чувствуете. Если это беда для вас, то нужно подумать, что именно является бедой. Почему у вас такая реакция? Что вызвало такую реакцию? И вообще, исходя из этого, нужно будет что-то думать. И вообще, исходя из этого, можно будет что-то решать. Понимаете? Какая история. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это принципиально, вот, принципиально, то, чтобы вы данный момент, данный аспект для себя выделили и определили. То есть, аспект ответственности за то, что происходит между вами и вашей женщиной. Вот. Ибо измена, это всегда кризис. Измена, это всегда следствие неудовлетворённости партнёра. И, соответственно, нужно понять, в чём именно неудовлетворён партнёр. И, соответственно, исходя из этого, уже можно будет что-то делать. Так. Мне 23 года. Я предприниматель. Работаю в этой сфере 5 лет. В 2015-2016 году. Был регулярно занятой работы. В связи с экономической ситуацией в стране я работал. Бывало с 7 до 12. И последние 2-3 месяца веду относительно спокойный образ жизни. Моя городанская жена, назовём её условно Елена, студентка медицинского вуза в отношениях состоим 44 с половиной года. Последние 2 года живём в городанском браке. То есть, просто живём вместе. По факту. Моя супруга является студенткой медицинского вуза. Так как моя супруга является студенткой медицинского вуза. То волей судьбы, чтобы выполнить жизненный процесс, она обязана подсвечать ночные дежурства. Но, понимаете, вот здесь меня настораживает вот это ваше выражение воли судеб. На самом деле, нет. Никакой воли судьбы здесь нет. Это сознательный выбор вашей жены. Ну, я тоже не буду называть её так условно. Хотя, надеюсь, вы поняли, как обстоят дела. Я буду называть её, на самом деле, вашей девочкой. Это сознательный выбор вашей девочки. Именно девочки, не жены. Это сознательный выбор вашей девочки. Значит, ходить на ночные дежурства и, собственно, заниматься врачами. Врачебной практикой и так далее. Это её сознательный выбор. Никакой воли судьбы здесь нет и быть не может. Почему? Потому что только человек решает, что ему делать. Ну, вы как предприниматель, мне кажется, со мной здесь согласитесь. Вообще, для предпринимателя, для бизнесмена, ваше мышление слишком магическое, я бы сказал. Слишком такое детское. Вот. И... Я полагаю, что здесь есть определённый конфликт также. Ну, вот. Уже у вас. Лично у вас. Вот. Другое дело, хотите ли вы с этим конфликтом что-то делать. Стоит понятно, что вашей женщине тоже нужна, вероятно, помощь. Ну, нужна консультация психолога, но, в первую очередь, консультация психолога, конечно, нужна именно вам. Потому что у вас есть вот эта вот ревность, да, и некое, как я уже сказал, магическое мышление. Вот. То есть, не волю и судеб. Не волю и судеб. А именно выбор. Основательный выбор вашей девушки. Так. Она обязана посвящать наш гневизор. Проблемы начались в 16-м году. У неё проходил цикл хирургии. Всегда она охотно послужила данный предмет и иногда задерживалась на практике, помогая своему преподавателю. Один раз в том году она посетила ночное девчёрство, и тогда у меня возникли первые подозрения. Мало того, что она задержалась, она ещё и долго ехала. Полиция находится в 5-ти минуты из-за дома. Она ехала минут 20 с преподавателем автомобиля. Но они вполне могли просто выговориться и всё. А тогда у нас случилась первая ссора, так как у меня начались подозрения. Здесь, опять же, необходимо вам определить свою собственную ответственность. Почему, если у вас возникли подозрения, причём подозрения на ровном месте практически, вы вступили в ссору? Вот, насколько вы ответственный за себя человек, насколько вы отвечаете за свои эмоции, за свои чувства, за свои переживания и так далее. Может она заговориться с преподавателем? Может заговориться с преподавателем? Ну а... Собственно... Ссориться-то бы лучше его. Вот проанализируйте, что вызвало ссору. Вы говорите, у нас случилась первая ссора. Это неправильно. Так говорить. Это вы поссорились с ней. Не она с вами. Вы поссорились. И вопрос в том, почему. Вы... Так. Эээ... Все проблемы решаются. Ээээ... Свои. Через... Ссоры. Через... Скандалы. Через... Крики. Так? Или как? Понимаете? Дальше. Сочет... Так. Тауния начала одеваться в более красивую одежду и краситься. Эээ... Все-то закончился. Степно разгонялся и отлично мренивый, и больше не стал ходить и ездить на ночные денежки. Это правда. Это правда. Правда. Вы пишите, что вы поверили. А во что вы поверили? В то, что вы ревнивый? Но вы ничего не сделали. Для того, чтобы перестать более ревнивым быть. Эээ... Вы совершенно спокойно приняли, что она перестала ездить на ночные дежурства. Хотя это ее профессия, это ее призвание. Это часть ее. А вы отказываетесь признавать эту ее часть. Спустя один год и четыре месяца, то есть сегодня я узнал... И сегодня у нее начался опять цикл занятий по этому предмету. И с этим преподавателем. Когда она села ко мне в машину, у меня начались подозрения по поводу чего. И впервые в жизни она мне заявила, что в айфоне сами по себе удалились смс-сообщения и звонки. Но это понятно. Она общалась с преподавателем и поняла, что вы негативно воспримете ее... Негативно воспримете ее общение. Другое дело, почему она вообще об этом договорила? Вы что, проверяете ее айфон? Это значит, что вы не уважаете ее личные границы, личные свободы. А если вы не уважаете ее личные границы, то вот вам и причина, по которой вся эта ситуация с ревностью и появилась. Появилась она потому, что у вас размыты личные границы между, ну, между вами и людьми. То есть вы стремитесь к слиянию. Нету разграничения вас и другого человека. Нет понимания, что есть я, и я могу делать что-то. А есть другой человек, и он может делать тоже что-то. Понимаете, какая история? Вот. То есть здесь вы достаточно тактично не написали о том, а вот в какой статье она вообще заговорила про айфон? Ну, это ее айфон и ее право какие-нибудь там смс, звонки и так далее. Вы, какое отношение вы к этому имеете? Дальше. Так. Значит. Так. Эммм. Я начал подозревать неладное. В этот момент приходит она умеет 2 смс. Она закрывает телефон, и я смог рассмотреть сообщение. Смс пришла преподавательная с подобным содержанием. Я соскучился. Приходи на чай. Эммм. Ну, опять же, мне совершенно непонятно, почему вы смотрите ее сообщение. Вот. По дороге домой я сразу стал бешеным. Стал ругаться, запрашивать ее. Ну, вот как вы сами к этому относитесь к своему поведению? Нормально это? Эммм. В ответ, почему тебе так пишут? Да какая разница, как ей пишут, если это преподавать. Она сказала, я не знаю, и заблокировала контакт. Я ей открыл дверь и сказала, чтобы она шла домой. Не очень понятно. Вы ей что приказываете, указываете, куда ей идти? На мое поведение она ответила, что я чересчур ревнивый и заблокировала номер телефона ее преподавателя. Ну, это правда. Вы чересчур ревнивый. А блокировать номер преподавателя, это вообще ни в какие ворот, конечно, не лезет. Вот. Вам это стало... Вам этого недостаточно. Вы пишите, что да, я силой отобрал телефоны, отбор телефона, прошли ответственность в борьбу. Ну, вы считаете, что это все вот нормально? Что вы стали силой отбирать телефон? Вы считаете, это вообще достойное поведение, поведение, отношение к женщине? Вы считаете, это нормально? Ну, нормально? Тогда она выбежала из машины, помещала на отстаёвку, она уехала к своей матери в другой район города. Целью взять от телефона стало то, что я начал писать от ее имени преподавателя, пытаясь раскрутить его на добычу информации. Но, опять же, тот же вопрос. Вы считаете, это достойное поведение вообще? После 20 минут преподаватель звонит на мой телефон и говорит, мол, что ты ревнуешься, я ничего такого не имел, я просто, я имел в виду, что соскучился про ней, как по студентке ТДТП, и изложил суд в трасс-кратце. На его разговоре я двигался с тем, что хочу встретиться, зачем? На что он согласился? Собрав волю в кулак, я двинулся, собрав волю в кулак, пишу я. А что именно? В чем сложность? Я двинулся в сторону больницы, остановился рядом с его автомобилем, и за автомобилем написал сообщение о том, что я на месте. 59 минут он вошел, позвонил мне, с моим автомобилем он и сейчас отказался, это нормально, он находился на территории больницы, и я согласился зайти на территорию больницы в район курилки. Там мы начали выяснять отношения. Вы считаете, это вообще достойное поведение, выяснять отношения с преподавателем? Это продолжалось минут 15, объясняло мне то же самое, что девочка всегда умная, красивая, с ней интересно общаться. Я сказал, что он прекращал ей писать, но нет, нет. Ну, знаете, это не серьезно. Одно ее преподавателем, как бы, если у них дружеские отношения, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что вы неуверенны, неуверенны в себя. Эм, так, потом среди ее подруг одногруппниц проходил вслух в шоке, что он спит со студентками. Одно такое я знаю. Я рассказал ему об этом, он мне сказал, что когда я подрослею, ему лет 30-33, это правда, да, вы ведете себя как ребенок. То пойму, что ничего такого в этом нет, хотя он динатый, у него есть трое-трое детей. Ну, так, может быть, у него семья проблемы есть. В любом случае, понимаете, не важно, что он спит со студентками. Важно, что студентки сами позволяют себе это, понимаете? Короче говоря, разговор прошел пустую. А вы на что надеялись? Что не было бы пустым разговором? Вот что не было бы пустым разговором, по-вашему? В порыве ярости заявил, что если узнает он спал с моей женой, она вам не женат, то убью его. Ну, вы считаете это вот вообще адекватно? После этого я поехал домой, позвонил на номер ее мамы, чтобы поговорить с ней. Задав ей вопрос, зачем она его предупредила, не получил ни одного ответа. Потому что она сказала ему, что вы ревнивые и что вы будете предъявлять. Лишь в перенесении стрелок на то, что сегодня я не грубо обращался, и она придет добрать вещи и выйдет от меня. И кланяться в колени не собирается. Это правда. Это правда. Ваша девочка поступила правильно. Вот. Это не проблема. Это проблема вашего отношения к женщине и вашего отношения к самому себе. Вы можете почитать про природу ревности, это всегда практически страх одиночества, это всегда практически непринятие себя, недолюбленности в детстве. Вот. И это, собственно, неуверенность в себе и низкий уровень эмоционального интеллекта. Это именно эмоции. Вы не понимаете, что, с чем связаны ваши эмоции, чего вы боитесь. Вот вам мой коллега об этом вроде бы писал. Вот. То есть пока вы не возьмете ответственность на себя за то, что вы чувствуете, пока вы не возьмете ответственность на себя за то, что происходит, пока вы не будете отвечать сами за свои чувства, вот, пока вы не начнете самостоятельно нести ответственность за самого себя, да. Вот. Ну, я полагаю, что к вам будет относиться несерьезно и будет говорить, чтобы вы повзрослели. Это, кстати, правда. Я вот хотел бы знать, для чего вы написали возраст преподавателя, то есть вы считаете, что он не взрослый, видимо. На самом деле 10 лет разницы это довольно прилично и я полагаю, что он, судя по вашему поведению, вполне мог подумать, что вы недостаточно взрослый. Вот. Ну, потому ревность, это, ревность это детское чувство, понимаете? Ревность это детское чувство. Это чувство, какое мы испытывали вот к родителям, когда они не обращали на нас внимания, понимаете? Вот. Поэтому и причины следует искать в детстве, если вы действительно хотите, чтобы у вас была счастливая семья. Детектор уже не сделает вас счастливым, как и вашу девочку не сделает счастливой. Вот. Понимаете? Так что решать в этой ситуации, конечно, вам. то есть, только вы, ну, только вы ответственны за то, что происходит. Вот. Мне кажется, что вы можете всё исправить ещё. Но для этого нужно работать над собой с психологом. Вот. Также мне интересно, почему вы ждёте, рассчитываете, что она пойдёт на примирение. То есть, она должна идти на примирение с вами, а не вы с ней. Вот. Хотя вы её грубили и вы обращались с ней грубо. Вот. Это тоже такой достаточно важный момент, если мы говорим о вас. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Понимаю, что мой ответ был неприятным для вас. Но я полагаю, что свой выбор вам нужно сделать самому. В любом случае. Но перед этим обязательно визуализировать последствия. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.